Продолжаем изучать Delphi и разбираться с основными компонентами. В прошлом уроке я забыл вам рассказать про такой компонент. Он называется ComboBox. Находится вот он здесь. Его можно по-другому назвать, как по лесу списком. Кидаем данный компонент на форму, и для работы с ним нам понадобится еще одна кнопочка. Еще один компонент, Button в закладке Standard. Как себя представляет данный компонент. Если сейчас мы запустим программу, нажмем, то у нас здесь вот выпадает такое меню. Только у нас в это меню ничего пока не забито. Давайте сейчас этим и займемся. Выделяем компонент ComboBox. У него также, как у компонента ListBox, есть такое свойство Items. Выделяем его, нажимаем вот эти три точки. И если здесь сейчас просто написать 1, 2, 3, на каждой строке нажать ОК. Запустить программу. Нажимаем на ComboBox, и вот они наши строчки. 1, 2, 3. Сюда можно вбить другие значения. Давайте сюда здесь напишем сложить, отнять, умножить и разделить. Так, сложить, отнять, умножить, разделить. Все, да, если сейчас запустить, нажать, то вот они у нас, все наши строчки здесь отображаются. Также существует такая особенность при работе с компонентами, что у ListBox, что у ComboBox, ну и у ряда других компонентов. Если сейчас перейти вот в этот редактор строк, да, то каждой строке присваивается свой индекс. Да, вот первая у нас строка, вторая, третья и четвертая. Индекс присваивается, начиная с нуля. То есть строчки сложить, у нее будет индекс 0, да. У строчки отнять уже индекс 1, здесь индекс будет 2. И у строчки разделить индекс 3, да. Вот этот момент запомните, и главное запомните то, что индексация вот эта начинается с нуля. Компонент ComboBox выделяем, свойство ItemIndex сейчас стоит значение минус 1. То есть ни одна строчка по умолчанию не выбрана. Если сейчас поставить 0, то у нас выделяется строка с нулевым индексом, в данном случае строка сложить. Если ставим 1, то здесь уже строка с индексом 1, в данном случае отнять. Давайте поставим 0. Сейчас я хочу рассказать, вернее показать вам, такое действие мы будем делать. То же самое, что и вот здесь. То есть раньше мы делали, выполняли то действие, которое у нас выделено, да, в компоненте RadioButton. То есть здесь стоит точечка, то действие выполняем. Здесь мы будем делать немножечко по-другому. То есть какой элемент в объекте ComboBox у нас выделен, такое действие и мы будем делать. Если сложить, то будем складывать. Если здесь выбрано отнять, то мы будем отнимать. Поэтому создаем обработчик событий onClick на второй кнопке и напишем следующий код. Также здесь мы будем пользоваться конструкцией if-then-else, поэтому сразу пишем. Если ComboBox1.item, вернее не items, а itemIndex равно 0, тогда выполняем сложение. То есть можно прямо вот эту строку, вот здесь, ее отсюда прямо скопировать. То есть что мы здесь написали? Если в компоненте ComboBox выделена строка с индексом 0, то мы начинаем складывать. Запускаем наш проект. В данном случае выделяем строку с индексом 0. Эта строка сложить. Вводим сюда какие-то два числа. Нажимаю на кнопку. И у меня происходит сложение. Можно также написать для отнимания. Можно это все копируем. И вот здесь сюда вставляем. Только у нас уже здесь ComboBox1.itemIndex равно 1. То есть если выделен элемент в компоненте ComboBox с индексом 1, то мы отнимаем. Опять же запускаем проект. Выбираю уже отнять. Ввожу каких-то два числа. Нажимаю на кнопку. И у нас программа нормально все отнимает. Если же здесь уже опять выставляю на сложить. То она у нас складывает. С этим как бы все понятно. И компонент ComboBox он из себя ничего такого особенного, ничего такого сложного не представляет. Сейчас я бы хотел вам рассказать о дочерних формах. И мы напишем. Создадим элемент о программе. То есть у нас сейчас он не обработан. При его нажатии мы сделаем так, что будет вылезать дочерняя форма. То есть вторая форма, в которой будут какие-то сведения о нашей программе. Давайте сейчас научимся создавать эти дочерние формы. Делается это очень легко и просто. В компиляторе нажимаем File, New. И здесь выбираем Form. Создается новая форма. Сейчас я ее размерчик только уменьшу. Вот так, да, например. И как я уже сказал, вылезать она будет, когда мы будем нажимать Help о программе. Поэтому создаем сейчас обработчик событий на кнопке о программе. Кликаем на ней. Она имеет имя N4, эта кнопочка. Здесь просто напишем Form2.show. Так как у нас вот эта форма, она имеет имя Form2, да. Свойство Name, можно даже это все посмотреть. Form2. И мы говорим Form2.show, что означает Form2, покажись. Запускаем проект. Delphi выдает мне вот такую информацию. Он говорит, форма вторая, вернее юнит второй не подключен. Сделать это автоматически. Здесь нужно просто нажать Yes. И запустить проект еще раз. Так, нажимаю Help о программе. И вот она выскакивает, вторая формочка, да. С этим как бы все ясно, ничего тут такого сложного нет. Осталось нашу вторую форму немножечко украсить. Для этого кидаем компонент Label сюда. Сразу свойства Caption у него меняем. Можно написать просто калькулятор. Что еще тут? Свойства Font. Сделать шерифт жирным, десятку и красным. Вот так, да, сделать. Также сейчас мы потихоньку будем перебираться к следующей закладочке. Она называется Additional. Да, вот она. И уже потихоньку начинать использовать компоненты отсюда. Далее кидаем на форму компонент Image в закладке Additional. И компонент BitBtn, да. Компонент Image позволяет загружать в себя картинки. Для этого у него есть такое свойство. Оно называется Picture. Нажимаем на него. Вылетает вот такой мастер загрузки картинок. Здесь жмем Load. И выбираем нужную картинку, да. Также у данного компонента есть свойства событий, вернее, onClick. То есть, что будет, когда мы кликнем по этой картинке. И так далее. В принципе, остальные события примерно такие же, как у компонента кнопка, да. Двигаемся дальше и начинаем разбирать компонент BitBtn. Что же он из себя представляет? В отличие от компонента BitBtn, ой, от компонента Button, компонент BitBtn это уже более усовершенствованная кнопка. В чем же ее различие? Различие здесь самое главное в том, что на данную кнопку мы можем загружать какую-либо картинку, да. Для этих целей существует такое свойство Gloof. Также нажимаем и выбираем какую-нибудь картиночку. Ну, я выбрал, например, вот эту, да. Что здесь? Как видите, картинка у нас какая-то такая двойная. Рисован восклицательный знак, яркий, да, цветной. И дальше такой же восклицательный знак, только уже не цветной. Данная картинка у нас по умолчанию становится вот эта часть. Но если у нас кнопка будет неактивна, то есть свойство Enable будет значение False, то у нас на кнопке будет отображаться вот эта картиночка, да. Так, загружаем, жмем ОК. И вот, как вы видите, у нас на кнопке появилась наша картинка. Создаем на ней обработчик событий. Здесь просто напишем Close. Запускаем проект. Нажимаю Help, о программе. И вот она вылетает, наша формочка. С формы 2 она будет как бы являться дочерней формой. Такая особенность в Delphi, что при закрытии дочерней формы основная форма не закрывается. Но если мы закрываем уже основную форму, нашу вот эту первую, да, то закрываются все дочерние, все придаточные формы. То есть я закрываю сейчас основную и закрывается у меня вторая. Вот такая вот особенность. Пожалуйста, ее запомните. Ну а на этом я данный урок завершаю. С вами был Владимир Любаев. Встречаемся в следующем уроке.